МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень много знает про Болгарию, про город Старозагору, про наше побратимство и вообще очень много интересных и увлекательных историй. Глеб Владимирович Алексушин, здравствуйте. Здравствуйте. Глеб Владимирович, ну вот бывали вы в Болгарии неоднократно, насколько я знаю. Много вас с этим связывает и с этой страной, и с городом Старозагора. В связи с тем, что программа у нас кулинарная, первый вопрос, что хочу спросить, это что больше всего вам там понравилось из продуктов, из блюд, и насколько вы знакомы и способны воплотить в жизнь болгарскую кухню? Ну, что касается, чтобы все понравилось из блюд, то, наверное, тараторт на меня произвел очень сильное впечатление. И, скорее всего, шопска салата, то есть как такой самый яркий представитель болгарской кухни. Он действительно очень красивый, насыщенный цвет. Ну, красивый, насыщенный, брынза, да, то есть поэтому вот эти, наверное, два блюда запомнились больше всего. Вот, что касается ингредиентов болгарской кухни, то я очень большой поклонник морепродуктов, ну и, соответственно, черноморские морепродукты. У нас, где мы отдыхали, в Золотых песках, хозяин угощал только что пойманной рыбой, вот ему привезли рыбаки прямо с рыбалки. Ну, спешу вас расстроить, наверное, рыбу мы сегодня готовить не будем, а готовить мы будем именно то блюдо, которое выбрали вы, дорогие телезрители. Выбрали вы блюдо под названием сарми, если по-русски это голубцы, вот, но в связи с тем, что в нашей стране проблематично, особенно в холодное время года, найти листья винограда, поэтому мы традиционно будем использовать листья капусты, вот, я думаю, что у нас не хуже получится, но тем не менее... Русско-болгарское блюдо. Русско-болгарское сарми мы с вами приступаем делать. Итак, Лея Владимирович, попрошу вас заняться, наверное, морковью, перцем, натереть морковку на терочке. Угу. Вот, а в это время, с вашего позволения... Помельче, покрупнее? Покрупнее, я думаю, что вот на вот такой, вот на такой терочке нас вполне это себе устроит. Вот, также в дополнение к голубцам мы с вами сегодня сделаем традиционный пирог болгарский, банницу. Угу. Вот, капуста у нас как раз сварили с листья замечательным. Итак, нам еще понадобится лук и фарш. Насколько близка вам оказалась болгарская кухня, болгарская страна, болгарские города и болгарские достопримечательности? Все вам там понравилось? Ну, если честно, у меня было ощущение, что я не покидал Россию. Люди очень похожи, ментальность очень похожа, здания, некоторые проекты даже напоминали те, что есть у нас в России. Угу. И, в принципе, очень много общего. Однако, есть некие уникальности, которые на меня произвели неизгладимые впечатления, и ими можно поделиться. Ну, во-первых, на меня очень сильное впечатление произвел вот в Варне монастырь Аладжа, который настолько древний, что он даже сделан не в зданиях, а в скальной, в отвесных скалах. Ничего себе! Это какого века года? Как правильно это назвать? Ну, очень трудно точно сформулировать даты. Предполагается, что это где-то 5-8 века нашей эры. Очень древний монастырь, и он почти неприступен, потому что выглядит как такие половинки ходов от червя. Вот если отрезать кусочек скалы, вот там вот эти вот странные извилистые ходы, в них жили монахи, и вот этот монастырь, ну, наверное, самое сильное впечатление, потому что в других местах тоже подобные есть, но у болгарского свой шарм, свое своеобразие, неповторимость колонии. Готова морковка. Да, готова морковка. Отправляем морковь к фаршу и луку. Это я напоминаю нашим зрителям, уважаемым, чтобы… Процесс приготовления. Да, чтобы не терялся процесс приготовления наших блюд. Вообще, болгарская кухня, насколько вот мы видим, и я читала, очень много у нее схожего по продуктам, да, особенно того, что и мы, русские люди, привыкли употреблять в пищу – это и мясо, и рыба, и овощи. Ну да, и типично балканские продукты, то есть вино, виноград, да, и оливки. Но уникальным, мне кажется, все-таки ингредиентом болгарской кухни является болгарская брынза. Вот, она входит во многие блюда, поэтому важный участник болгарской кухни. Чем следующим займемся? Брынза у нас, да, покажу ее нашим дорогим телезрителям. Брынза – прекрасная брынза. Предоставил нам ее магазин «Перекресток» на Зое Космодемьянской 7А, который сделан по совершенно новым технологиям торговли, и там всегда только самые свежие продукты. Вручаю вам торжественно свежую вкусную брынзу. Ее нам необходимо мелко нарезать. А у меня тем временем практически уже, я думаю, готов фарш, в который мы добавим немного риса для наших голубцов с армией. Дмитрий Владимирович, а что самое сильное впечатление по эмоциональному вот такому человеческому отношению? Вы знаете, наверное, самый большой шок. Я морально себя готовил к поездке в Болгарию, что мне придется все время на мое любимое «да» говорить «да». Очень многие люди об этом говорят, да? И «нет», а заменять «нет». А выяснилось, что болгары уже давно отвыкли от этой особенности. Она была у них когда-то в 19 веке. Сейчас они так же спокойно совершенно говорят и общаются, как, ну не сказать нормальные люди, а как бы по общепринятым жестам. И вот это вот меня сильно удивило. Вот, честно говоря, рассчитывал на другое. Уж раз обещали, то пусть говорят «нет» и «да» не по-нашему. Нет, они вполне опять же в наших стандартах жестов использовали «да» и «нет». Никаких сложностей в этом плане не было. Илья Владимирович, вот смотрите, фарш у нас с вами для голубцов готов. Мы сейчас будем заворачивать голубцы. Вы продолжайте, да, измельчать брынзу, потому что она нам понадобится вот именно в таком сильно измельченном виде. И пока вы размельчаете, не могу не спросить. Я знаю, что вы очень много знаете насчет Самарского знамени, которое было сделано нашими монахинями Иверского монастыря. Вот, и, ну, знаете как, наверное, большая часть людей все-таки очень шапошно в этой истории разбираются, ну, знают, что самарские монахини, ну, знают, что знамя и так далее. А вот всех подоплек этой истории, к сожалению, не знают. А вы можете нам об этом рассказать? Хорошо, хорошо. Итак, восстание жителей Севербалканского полуострова, сербов, боснийцев, жителей Черногории, Герцеговины, Болгарии начались за несколько лет до той самой войны, которая привела к жизни Самарское знамя. Это были события 1875-1876 годов. Восстание охватили почти всю северную провинцию Османской империи. И тогда во многих городах России были созданы славянские комитеты, которые занимались тем, что собирали деньги для них и пытались оказать какую-то материальную помощь. Помимо материальной помощи многие думали, как же сделать еще и помощь моральную. И вот как раз в Самаре в семье тогда еще не городского головы, это он потом будет городским головой Самары, Петра Владимировича Алабина, появилась идея сделать некий эмоциональный подарок восставшим. Это Самарское знамя. Оно тогда было подготовлено, но не было отослано в Болгарию и не было вручено, потому что восстание в Болгарии в 1976 году было потоплено в крови. Там было 30 тысяч погибших. Турецкие башебузуки зверствовали с местным населением. И, к сожалению, передача была невозможна, да и некому было передавать. И идея была отложена. Но не забыто. Но однозначно не забыто. В 1977 году, когда началась война, когда Россия уже объявила войну Турции и события начали происходить, в России было создано болгарское ополчение. Это были болгары, это были русские, это были сербы, черногорцы, хорваты, то есть те, кто хотел принять участие в этой борьбе. И тогда было принято решение командиру болгарского ополчения, генералу Столетову передать вот это вот знамя с тем, чтобы оно стало символом болгарской дружины. Вот. Знамя действительно было изготовлено, только оно было изготовлено по эскизу художника Симакова, а монашки Игорского монастыря вышли на нем так называемые греческие кресты, то есть это равносторонние кресты, у которых все четыре луча одинаковые, черного цвета, и на них золотой вязью вышли буквально за ночь с одной стороны иконы Иверской Божьей Матери, это главный символ храма, с другой стороны Кирилл и Мефодия, которые были создателями славянской азбуки и таким образом были опять же причастны нашей дружбе. Глеб Владимирович, перебью на секунду, потому что слушать ваши рассказы можно бесконечно. Но надо готовить пищу, да, совершенно верно. Да, очень интересно. Сейчас мы продолжим обязательно наш с вами разговор, тем более, что очередной вынос болгарского знамени нам предстоит в скором времени еще в нашем городе. Вот. А пока мы с вами вот что должны нашим зрителям сказать. Голубцы у нас завернуты для них. Мы сейчас... У нас ничего не бывает без болгарского перца, естественно. Уникальный совершенно продукт, поэтому мы этот болгарский перец сейчас добавляем, да, в наши голубцы, чтобы... Как ни странно, он в Болгарии тоже выглядит как здесь. Он тоже там болгарский перец. Яркая носка. Замечательно. Вот. И для того, чтобы наши голубцы у нас дальше продолжали готовиться, нам нужно будет залить их соусом. Хочу узнать у вас, как вам на нашей кухне? Мне очень нравится. Зрителям нашим напоминаю, что мы находимся в кафе Кембридж. Кембридж-кафе. Открытая кухня. Острота ощущений. Остроту ощущений мы скоро, я думаю, опробуем, потому что наши голубцы уже тушатся на сковородке. Вот. А мы с вами продолжаем. Нам с вами еще нужно приготовить традиционный пирог болгарский, банницу. Брынзу вы прекрасно измельчили. Более мелкой брынзы я еще не видела. Вот. Но нам еще нужна зелень в эту прекрасную брынзу, поэтому я вас попрошу еще нашинковать зелень. Там у нас есть и укроп и петрушка, и розмарин, и все что угодно, какая зелень нашей душе нужна. Может, наверное, почистить. Нужна. Такая и есть. Да. Нож можно почистить. Вот. Угу. Итак, а я займусь тестом. У нас есть мука. По поводу кафе Кембридж я тоже позволю себе высказаться. Запросто. Вузовскому профессору на кухне кафе с таким названием «Приятно вдвойне». Сразу ощущаешь себя в Великобритании, в одном из самых престижных университетов. Так что… Замечательно. Где их готовить, как не в Кембридже. Замечательно. Я думаю, что наш партнер вам будет очень благодарна за такой лестный отзыв. Илья Владимирович, ну вот, смотрите, приезжают к нам, соответственно, тоже болгарские гости. У нас со дня на день какие-то празднования, какие-то события, связанные с юбилеем Старозагоры. Мы туда и экскурсии вводим, и волонтеров набираем, и что мы только не делаем. Зачем это как бы… Ну, не лишняя ли это помпа? Или это оправдан, на ваш взгляд, вот такие большие глобальные события? Вы знаете, вот, общаясь с чиновниками, с людьми, которые от администрации города, от администрации области занимаются вопросами культуры, и очень хорошо в них разбираются, на самом деле, постоянно слышу от них, ну чего мы вот каждый раз повторяем, там, то, сё, пятое, десятое. Наверное, все же про это знают, что мы вот в очередной раз. Я говорю, вы знаете, вот, будучи преподавателем, в том числе школьным преподавателем, каждый новый год я получаю новых школьников, и каждый новый год в ВУЗе приходят новые студенты, и, соответственно, они не знают ничего. У них объем знаний, ну не по принципу, конечно, табуля раза, то есть чистая доска, как говорили древние римляне, но, во всяком случае, у них нет того объема знаний, который хотелось бы, чтобы у них был. И поэтому постоянно нужно напоминать людям о том, что происходило. Более того, вот я уже обратил внимание, сколько раз я говорил о Росовском в разных обществах, в разных группах, в разных аудиториях, и всё равно постоянно слышу вопрос, кто это такой, кто это такой, кто это такой. Почему на улице Старозагора его, ну, памятный знак в его честь? Почему у нас одну из новых улиц в 2010 году в городе назвали улицей Алексея Росовского? Люди живут в Самаре и не знают о том, что две трети этого города, двенадцатиэтажные, девятиэтажные здания панельные, ленинградки так называемые, огромное количество новых корпусов, вузов, огромное количество всевозможных больниц, развязок, сделали Алексей Андреевич Росовский, когда он был представителем горсполкома в 64-м, в 82-м годах. И именно он как раз и начал у нас вот эту самаро-болгарскую дружбу реализовывать, и став представителем горсполкома в 64-м году, как раз провёл инициативное мероприятие по переименованию улицы Памирская, улицы Старозагора в 65-м году. И таким образом именно при нём стали приезжать сюда различные болгарские миссии, именно при нём появилось оформление улицы Старозагора. То есть вот этот человек, он для меня такая квинтэссенция самаро-болгарской дружбы. И если о нём мало кто из самарцев помнит и знает, ну, значит, что-то и с нашей стороны в этой самаро-болгарской дружбе мы как бы не доделали. Нужно хотя бы для нас самих об этом напоминать. То есть в Болгарии это хорошо, с одной стороны, но и нас себя помнить необходимо в этой дружбе. Ну и потом среди тех, кто был в болгарском ополчении, было 40 самарцев. И, соответственно, сыновья Петра Владимировича Алабина воевали на Балканах, они не в Болгарии, они в других там принимали часть событий, но тоже принимали именно в это время. Сам Алабин там был, он был первым губернатором, гражданским губернатором Софии. И вот, кстати, любопытно, что человек из Самары первым стал делать в инициативном порядке в только что созданной столице свободной Болгарии. Мне это поразило. Одним из первых его базовых шагов стало создание публичной библиотеки. Все правильно. Чем больше человек читает и познает информацию, тем... который и здесь тоже занимался библиотекой. Жизнь начинается с сознания. Поэтому вдвойне приятно и отрадно. Итак, Глеб Владимирович. Возвращаемся к процессу. Возвращаемся немножечко, да, к процессу одному и продолжаем беседовать. Смотрите, первое колечко у нас для бани с вами готово. Я сейчас займусь вторым. А вас попрошу в это время сделать соус из оставшейся сметаны и одного яйца. Это все нужно соединить вместе, чтобы получился такой достаточно густой соус, которым мы бы потом смогли наш пирог залить. Хорошо. Ложку, сметану, яйцо и вперед к размешиванию. В каком? Я думаю, что вот в этой листочке, да, все будет сделано. Отлично. Когда вы последний раз были в Болгарии? Потому что, я так понимаю, неоднократно это у вас проходило. Последний раз? Самый последний раз в Болгарии я был в 2000... Ой, не соврать бы. Наверное, в 2014 году. То есть до событий, которые, к сожалению, нам несколько уменьшили возможность поездок туда. Угу. Я ехал через Украину, через Умынию. То есть я не летел, а именно ехал на международном составе. Угу. Суп у нас одна-две ложки. Да, я думаю, что вот оставшуюся сметану сколько там есть... Всю целиком. Да. Как раз нам для соуса хватит. Расскажите мне, пожалуйста, вот насколько сейчас наши ребята, вот самарцы, с которыми вы, студенты, с которыми вы общаетесь, волонтеры, которые во всех наших мероприятиях будут принимать участие, они как бы по-честному относятся к вот такой вот пропаганде того, что это российско-болгарская дружба, что нужно как-то единиться, быть вместе, нужно отмечать этот праздник. Или их вот пригнали, сказали, ребята, будете волонтерами, а не как бы, ну, будем. Ну, мне кажется, что на самом деле они искренние, потому что волонтер – человек, который не получает денег за свою работу. И вы знаете, я не помню там всех мыслей великих по этому поводу, но просто исходя из сложности нашей жизни, я знаю одно – если человек согласен бесплатно выполнять какую-то работу, это значит, она его интересует. Значит, это искренне, значит, это нравится. Итак, друзья мои, наши голубцы с армии стоят на плите в сковородочке, тушатся себе потихонечку, совсем скоро они будут готовы. Банница наша тоже готова к тому, чтобы отправиться в духовку. У Глеб Владимировича готов соус, который мы через буквально 10-15 минут зальем в пирог, чтобы он получился у нас красивым, румяным и так далее. Ну что, ставим в духовку и ждем 10-15 минут. Итак, друзья, у нас все готово, наши голубцы или с армии, как по-болгарски, и наша банница – прекрасный пирог. Пока я накладываю, да, Глеб Владимирович, я думаю, что вы с удовольствием опробуете то, что у нас с вами получилось. Напомню, что готовили мы из замечательных продуктов, чтобы из них не готовить, да, как мне не скажут. Вот, продукты нам предоставил магазин «Перекресток» на Зоя Космодемьянская 7А. Там всегда только самые свежие продукты, и магазин обустроен по самым новым технологиям торговли. Итак, вот вам ваш голубец или с армии. Пирожок пахнет, да, Глеб Владимирович, вы уже почуяли этот великолепный запах? Я думаю, что с вашей любимой брынзой, да, вы оцените сейчас как истинный любитель брынзы. Сейчас вот такой красивый щедрый кусок пирога мы вам положим. А? Да? Да. Оно? Супер. Не то слово. Так. Очень даже. Пробуйте. Давайте попробуем, что у нас получилось. Ну, запах, друзья, стоит просто феерический, пахнет шикарно. А на вкус? И на вкус, и замечательно, и похоже, как будто мы в Болгарии. Ну, это замечательно. Итак, на вторую тарелочку тоже кладем голубец. Друзья мои, вот какое блюдо у нас получилось. Предлагаю поучаствовать в конкурсе, который продолжается. Приготовьте точно такое же блюдо, как сделали мы. Сделайте фотографию и выложите в инстаграм с хэштегом «Болгарский перец». Мы выберем самую красивую и оригинальную фотографию, и вы получите приз. А еще также я должна напомнить, что следующее блюдо, которое мы будем готовить в программе «Болгарский перец», тоже выбираете вы, дорогие телезрители. Голосуйте на нашей странице ВКонтакте, выбирайте то блюдо, которое мы здесь должны будем сделать. Итак, вам подарок от нашей телекомпании, от программы «Болгарский перец». В честь того, что вы все-таки поучаствовали и рассказали нам много интересного. Вот этот замечательный фартук. Спасибо. Мы вам подарим, пользуйтесь им с удовольствием дома, готовьте болгарские блюда у себя на кухне. А со зрителями мы прощаемся до следующего четверга. Готовьте вкусно, готовьте полезно, готовьте вместе с нами. Пока-пока. Мы благодарим за сотрудничество ресторанный холдинг «Милимон Фэмили» и «Кембридж Кафе». «Кембридж» — английское кафе с по-настоящему открытой кухней, аутентичным интерьером и поистине вкусными блюдами. Здесь можно попробовать блюда, созданные по рецептам Джеймса Оливера и Гордона Рамзи. «Кембридж Кафе», открытая кухня, острота ощущений. Партнер программы «Магазин Перекресток» на улице Зои Космодемьянской, 7А. Супермаркет нового формата и технологий торговли. «Перекресток» — это всегда свежие продукты, высокое качество, богатый ассортимент, собственное производство, невысокие цены и удобная парковка для автомобилей. Магазин работает круглосуточно.